Мы рассмотрим ситуацию на границе с Сумской областью, точнее Курскую операционную зону. Граница с Сумской областью, с Рашистской Федерацией, там где еще она находится под обоюдным контролем, то есть со стороны России стоят рашистские войска, со стороны нашей стоят наши войска. Здесь, к сожалению, враг продолжает сохранять военное присутствие, продолжает обстреливать нашу территорию, при этом применяет как артиллерию, так и авиацию. И наносит огневые удары по населенным пунктам, инфраструктуре и по позициям наших войск, где удается их обнаружить вражеской разведке. Мы, естественно, отвечаем, наносим огневое поражение или ведем контрбатарейную борьбу, будет правильнее так сказать. Работа ДРГ не отмечена за последние двое суток на этих участках украинско-российской границы. Ну и, в общем, обстановка контролируема со стороны Сил обороны Украины. Единственное, что мы продолжаем эвакуацию с приграничных городов, с населенных пунктов с целью обезопасить гражданское население. И там, я напомню, что в Сумской области в приграничных районах введен особый комендантский режим. То есть, там попасть в эти районы можно, только получив специальный пропуск в нашей военной комендатуре. Операционная зона. В операционной зоне наши войска продолжают продвижение вглубь территории Курской области. А также, судя по последним сводкам, мы пошли расширять фланги. И левый и правый фланг, если двое суток назад мы расширяли правый фланг, у нас там был успех. И мы продвинулись, освободив несколько населенных пунктов Курской области, то вот сутки субботы мы продвинулись на левом фланге. А город Корнеево практически находится в окружении наших войск. И теперь уже вопрос именно в окружении. Закольцевали. Теперь вопрос к сдаче гарнизона, это просто вопрос ближайших, я думаю, суток двое, не больше. Вряд ли они больше продержатся. Тут, наверное, больше даже будет проблема в Корнеево в том, чтобы зачистить город. Потому что, когда они поймут, что дальнейшее сопротивление бесполезно, они расползутся по подвалам и будут полями и лесами пытаться выйти из города, чтобы добраться до своих войск. Ну, это кроме тех, кто примет решение сдаться в плен. Кстати, сегодня расскажу очень интересный эпизод, как сдаются в плен расширские солдаты на разных участках в Курской области. Поэтому ждем от нашего генштаба сообщения о ситуации в Корнеево и когда этот город перейдет под контроль сил обороны Украины. Далее, очень интересные события происходят вот в самом кармане реки Сейм. Там порядка участок, если брать от рубежа Корнеево, даже чуть-чуть южнее, и до места, где река Сейм становится пограничной, то где-то примерно площадь около 700 квадратных километров. Основной рубеж обороны вражеские войска держали в Теткино. Там вот, ну, я рассказывал вам в субботу особенности. Кто не слушал, пожалуйста, отмотайте, послушайте. Как особенности введения там обороны расширскими войсками. Там они в обороне находятся. Так вот, когда был уничтожен первый мост нашей авиации, они начали выводить оттуда, из района Теткино, выводить свои десантники. Там около 700 десантников. Ну, будем так говорить, усиленный десантный батальон. Держит там оборону. Они их начали выводить. Ну, потом пришла информация, вчера пришла информация о том, что уничтожен второй мост. И сегодня с утра есть информация, ну, правда, от российских Z-блогеров о том, что и третий мост уничтожен. То есть, мосты в населенном пункте Кариш и Званая тоже уничтожен. Ну, про третий мост мы пока ждем наше официальное подтверждение. А за второй мост, ну, там он как, он не полностью уничтожен, почти обрушен пролет. Тяжелая техника или грузовики пройти точно не могут. Тяжелая техника тем более не может пройти. Может быть, там можно ездить на таком легких транспортных средствах. Трудно определить по фотоснимку ширину оставшегося полотна дорожного, которое уцелело справа и слева. В середине там пролом такой серьезный. Кстати, в середине обычно такого пролета идет ребро жесткости, на который опирается этот пролет. Так вот, почему я говорю, что тяжелая техника точно не пройдет. Даже если они накроют дырку листовым металлом, как это было на Антоновском мосту, когда-то они делали. И здесь получается, что в пешем порядке может быть. Но на технике очень большие сомнения, что он способен ее пропускать. Да, они говорят о том, что они возле первого моста уже построили понтонную переправу. Ну, это вы же знаете. Мы по понтонным переправам, у нас богатейший опыт их уничтожения. Тем более, что понтонная переправа может уничтожаться реактивными системами залпового огня, типа Хаймерс. Снаряд Хаймерс вполне может разорвать понтоны, которые снесет течением и дальше восстанавливать это будет крайне сложно и проблематично. Хотя я думаю, что этот понтон они навели для того, чтобы постепенно выводить войска. Держать их там в таком ограниченном количестве или заводить туда новые, в основном комплектованные срочниками, ну, целесообразности не имеет. Это будет просто трата сил и средств и трата личного состава, который предпочитает, еще раз скажу, предпочитает сдаться. Темпы сдачи, чтобы вы понимали, где-то до 150 человек в сутки. Так, во всяком случае, так говорят наши военные. Такое количество сдающихся. Только в Сумах, в месте содержания, в одной из тюрем, которые находятся недалеко от города Сум, уже более 300 пленных. Это и уже начали заполнять эту тюрьму российскими пленными. Так что этот процесс, он, кстати, набирает обороты. Чем дальше, тем больше. Поэтому вот такой вот анклав образовался, уничтожив три моста. Наше командование создало такой, во-первых, анклав. Во-вторых, создало буферную зону вдоль нашей границы, потому что из-за реки Сейм, ну, мало огневых средств, которые могут достать до нашей территории, до Сумской области. Артиллерия тут точно не достанет. Вот. И, соответственно, мы уже наблюдаем в отдельных местах, наблюдаем, что расширское командование или расширские войска начали отрывку окопов на правом берегу реки Сейм. Мы на левом берегу тоже, я думаю, что начнем создавать, как только мы зайдем и возьмем под контроль полностью эту территорию, мы начнем создавать систему оборонительных рубежей, опорных пунктов. И, соответственно, самое главное, создать систему огневого поражения на реке, чтобы не допустить ни работы диверсионно-разведных групп, ни, тем более, форсирования реки. И любые плавсредства, появляющиеся на водной глади, мы могли бы спокойно топить дистанционными средствами огневого воздействия. Ну, а на самом флотстарме, я думаю, так, что следующее направление, когда Корнева перейдет под наш контроль, пойдет, то дальше надо по возможности, если есть у нас силы и средства, то надо двигаться на Рыльск. Почему? Потому что Рыльск является довольно крупной узловой развязкой, причем как автомобильной, так и железнодорожной. По ситуации на линии фронта от Белгорода до Олешек. Итак, за прошедшие сутки было зафиксировано 145 боевых столкновений. Ну, то, что я и говорил. То есть, они примерно выдерживают темп в 140 боевых столкновений, плюс-минус. На пока не видно. Есть небольшое увеличение, но такой тенденции к рывку не видно. Хотя, обычно она у них бывает в первой половине недели. Посмотрим, как вот завтра, послезавтра, за сегодняшние сутки, как они, как расширские войска поведут себя на линии фронта. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, а также активно враг наступал на Торецком направлении. И, скорее всего, продвижение вражеских войск вполне возможно именно на этих двух направлениях. По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных ударов с применением 8 ракет. А также 79 авиационных ударов было нанесено с применением 106 корректируемых авиабомб. Кроме этого, враг произвел более 4600 обстрелов наших позиций и прилегающих к ним населенных пунктов и территорий. Из них 159 обстрелов осуществлялось с помощью реактивных систем залпового огня. Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. По оперативным направлениям, боевая активность распределилась примерно так. Харьковское направление. Здесь три боестолкновения было предпринято расистскими войсками на плацдарме в направлении Липцев и на плацдарме в самом Волчанске. На остальных участках этих двух плацдармов враг большой боевой активности не применял. Но все ограничивалось перестрелками и позиционными боями. И мы констатируем, что на Харьковском оперативном направлении линия фронта без изменений. Купинское оперативное направление. Тут враг атаковал 20 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки. Пока данных на момент записи этого ролика, данных об изменениях в линии фронта на этом оперативном направлении от нашего генштаба не поступало. Ну и от других источников тоже. Лиманское направление. Здесь у нас стойкость обороны в принципе достаточная. Хотя везде, вы видите, такое довольно активное боевое, боевая активность. Высокая со стороны вражеских войск. И на Лиманском направлении тоже 20 боестолкновений. И враг атаковал практически по всей линии фронта на Лиманском направлении. Грековка, Макеевка, Невская, Терны, Новосадова и Торская. Но то же самое пока данных об изменении фронта. Хотя Лиманское направление у нас отличается стабильностью линии фронта. Там у нас довольно устойчивая оборона. Так что надеемся, что здесь изменений не произошло. Северское направление. Два боевых столкновения. Видите, в отличие от предыдущих суток, резкое снижение. Видимо, дальше у врага требуется перегруппироваться. Очень быстро, кстати, на северском направлении. Очень быстро у врага заканчивается боевой запал. Буквально одни сутки они могут активно атаковать. После чего им надо резко уходить в молчанку, в затишье. Для того, чтобы провести перегруппировку войск на этом оперативном направлении. Итак, северское направление. Тут два боевых столкновения. В районе Верхнекаменского и Ивана-Дарьевки. Пока что данных об изменении линии фронта не поступало. Краматорское направление. Ну, тут такое впечатление, что вражеское командование решило провести разведку боем. 14 боевых столкновений. Во-первых, резкий рост активности. Во-вторых, география по всему фронту. По всей линии боевого соприкосновения на этом оперативном направлении. Начиная от Григорьевка, Калиновка, Часовьяр, Клещиевка, Ступочки и Перетечная. То есть, вся линия фронта была подвергнута атакам со стороны рашистских войск. Скорее всего, с целью выявления слабых мест в нашей обороне. Ну, будем надеяться, что таких мест они не нашли. Тем более, что Краматорское направление тоже в последнее время отличается довольно неплохой стойкостью обороны наших войск. Торецкое направление. Ну, здесь враг, как говорится, пытается закусить у дела в том плане, что если есть успех, то надо попытаться его реализовать. Поэтому 24 штурма было предпринято вражескими войсками на Торецком оперативном направлении. К сожалению, все штурмы концентрируются примерно на двух небольших участках оперативного направления. Это район Железного Торецкого и Делиевка-Нелиповка. То есть, видите, мы даже уже не говорим о Нью-Йорке. Он находится под контролем рашистских войск. Каковы были... Наши войска отражали здесь атаки. Каковы были и были ли вообще успехи вражеских войск на этом направлении? К сожалению, на данный момент данных таких пока нет. Часть боевых столкновений продолжалась до поздней ночи. Поэтому, наверное, Генштабе до сих пор уточняют, где же сегодня и сейчас проходит линия боевого соприкосновения. Покровское направление. 45 вражеских штурмов. То есть, ситуация, будем так говорить, стабильно тяжелая на Покровском направлении. И враг продолжает атаковать практически тоже по всей линии фронта. Ну вот, Краматорская, Торецкая, Покровская и иногда к нему присоединяется Кураховская. Это 2 на 4 наших самых проблемных оперативных направления, где мы иногда вынуждены отступать для того, чтобы сохранить боеспособность наших войск. Итак, на Покровском направлении 45 вражеских атак. И атаки были Воздвиженка, Калиновая, Зеленое поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичья, Новогродовка, Заветная, Нудная и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была, конечно, в районе Воздвиженки и Новогродовки. То есть, враг опять, смотрите, опять начал менять направление главного удара. Теперь они идут уже на запад. Вот они вспомнили, что, ну, видно, поняли, что на юго-запад дойти до трассы, по которой снабжаются наши войска, будет, видимо, очень тяжело. И на юго-западном направлении здесь войскам, видимо, расшистским, необходимо перегруппировка, потому что потери колоссальны среди расшистских войск. Вот, поэтому они резко изменили, как качели. И вот, да, они резко поменяли направление и решили пойти на Воздвиженку. Но там, как я уже говорил, надо форсировать реку. Она хоть и не широкая и не такая полноводная, но все равно бронетехника ее не пройдет. Без инженерных машин, без инженерного обеспечения преодолеть ее невозможно. Пешком еще, да, с помощью подручных плавсредств там или других плавсредств. Но потом же надо вскарабкаться на высоты. А на высотах сидим мы. Поэтому я думаю, что в районе Воздвиженки, и там же, они вспомнили, что там вторая трасса. Там трасса на Константиновку. Здесь южное направление на Кураховское направление. Дорога жизни, как мы называем, вот эти основные трассы снабжения, это фронтовые дороги, по которым доставляется обеспечение войск. Вся логистика построится в основном на таких дорогах. Вот они и попытались. На юго-запад они не смогли прорваться, видимо, глубоко. Силы подзакончились, надо проводить перегруппировку. Поэтому резко переориентировались и давайте пойдем на северо-восток. То есть с юго-запада перебросились на северо-восток. И пытаются штурмовать населенный пункт Воздвиженка. Далее у нас идет Кураховское направление. Здесь враг 9 раз атаковал наши позиции. Те же самые места, те же самые населенные пункты. Никакое изменение. Просковеевка, Красногоровка, Константиновка. Все. В других местах враг даже не пытается атаковать наши позиции. Он идет в лоб на населенные пункты, потому как на других участках они, пробы атаковать наши позиции, для врага заканчивались огромными потерями. Поэтому вот они пытаются решить вопрос через эти населенные пункты. Что у них иногда получалось. Но в основном здесь оборона показывает довольно неплохую устойчивость. Времовское оперативное направление. Тут расширские захватчики четырежды наступали. В частности в сторону Водянова и Раздольного. Они не дошли до Водянова. Поэтому ракадная дорога, как там писали некоторые адепты русского мира в комментариях, не перерезана. Она продолжает снабжать наши войска. Это дорога вдоль линии фронта. Да, они достают артиллерии до этой трассы. Ну, вы же понимаете, для того, чтобы эффективно наносить огневое поражение, надо иметь постоянный визуальный контроль. Потому что машины же не идут. Мы не ездим колоннами, в отличие от расширских войск. Вот как они в Купенском направлении. Там у них боевого опыта нет. Ни у командиров, ни у личного состава. Поэтому они до сих пор там водят полки по нескошенным травам большими колоннами. Чем мы пользуемся и наш «Хаймарс» прилетает и постоянно уже две таких крупных колонны мы сожгли на территории Курской области. Что существенно повлияло на ход боевых действий на отдельных участках этой операционной зоны. Далее у нас идет Приднепровское направление. Тут четыре штурма наших позиций совершили расширские войска, но успеха не имели. И Плацдармы продолжают сражаться, продолжают пытаться наращивать свой боевой потенциал и наносить противнику огневое поражение. Вражеские войска на Приднепровском направлении, понеся потери, отступили на исходные рубежи. Здесь все остается без изменений. Кстати, количество штурмов тоже довольно уменьшилось почти в два раза. Ну и мы пропустили Гуляй-Польское и Ореховское направления. Там обстановка без изменений, боевой активности враг практически не проявлял. Поэтому сводки они стоят уже в самом конце. Причем рядом с практически не боевыми Волынским и Полесским направлениями, на которых ситуация находится под полным контролем сил обороны Украины. И формирование наступательных группировок врага не обнаружено. Ну, кстати, мы поговорим сегодня о заявлении Лукашенко, но точно и погранслужбы, и разведка погранслужбы, и наша войсковая разведка говорят о том, что там формирование наступательных группировок не обнаружено, увеличение присутствия вражеских войск в приграничной зоне тоже не обнаружено. Все сидят на месте штатные, мы их пересчитали и просто контролируем. Поэтому здесь ситуация без изменений. Далее идет у нас Черниговская, Сумская область. Тут противник по государственной границе, украинско-российской, ситуация тоже без изменений. Она остается тяжелой в плане того, что враг обстреливает нашу территорию, причем применяет и авиацию, сбрасывает кабы по нашим населенным пунктам. Мы продолжаем эвакуацию мирных граждан из этого района. Там действует особый комендантский режим, как я уже вам говорил. В Курской операционной зоне мы проводим наступательные действия и у нас есть успехи. Мы продвигаемся. Более конкретно пока данных нет, но я так понимаю, что сейчас главная задача будет... Два направления мы будем отрабатывать. Это продвигаться в глубину территории Курской области и пытаться расширять плацдарм. Если еще двое суток назад мы расширяли правый фланг операционной зоны в Курской области, то последние сутки мы расширяли, или предпоследние сутки предыдущие, мы расширяли плацдарм, левый фланг плацдарма в сторону Корнева и туда в сторону Теткина. То есть нам надо еще вот эту территорию, которая отсекается рекой после уничтожения трех мостов на реке. Кстати, по третьему мосту до сих пор ждем официальное подтверждение, что он тоже уничтожен и кем он уничтожен. Потому что некоторые расширские военкоры писали, что был осуществлен подрыв этого моста после того, как были выведены вот эти 700 десантников, был усиленный батальон десантников из района населенного пункта Теткина. Что они перешли мост и за собой как бы взорвали мосты. Ну посмотрим, кто. Они уже так говорили и про второй мост, а оказалось, что там прилетел Джедан. Наша авиация принесла этот подарок и врубила по пролету моста, который практически полностью обрушен. Осталось там его меньше половины обрушать. Так что здесь обстановка в общем сохраняется позитивная, положительная динамика идет в плане взятия под контроль. Положительная динамика с сдачей в плен расширских солдат. Примерно я уже назвал вам цифру 100-150 человек в сутки. В среднем получается у нас. Ну правда, пока таких удачных операций, как более 100 человек за один раз, как сделала служба безопасности Украины на прошлой неделе, пока, к сожалению, повторить не удалось. Хотя еще не вечер и таких укрепрайонов, точнее ротных опорных пунктов укрепленных на территории Курской области еще достаточно. Тем более, что расширское командование очень резко, очень быстро схватилось за лопаты в плане построения оборонительных рубежей в районе города Курчатов. Там находится Курская атомная. И в районе города Курск. Непосредственно. Ну, как это будет выглядеть, и дойдем ли мы туда, и пойдем ли мы туда, я думаю, в ближайшее время мы с вами разберемся. Некоторые чиновники обещают нам новость, но более, как бы, другие новости относительно Курской военной операции, которые будут происходить, но не уточняют где и когда. Сказали, в ближайшее время. Ждем. По огневым задачам за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Силы обороны Украины нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Кроме того, поразили один район огневых позиций артиллерии вражеской, два средства ПВО, три пункта управления войсками различного уровня, четыре радиолокационных станции и еще два важных объекта оккупантов. В общей сложности за прошедшие сутки потери расистских захватчиков составили в личном составе 1120 оккупантов, в технике и вооружении в танках 5 единиц, в боевых бронированных машинах 15 единиц, в артиллерийских системах 48 единиц, в реактивных системах залпового огня 4 единицы, в средствах ПВО 2 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 57 единиц, в крылатых ракетах 5 единиц, автомобильной технике 55 единиц и специальной технике 17 единиц. Вот такие потери суммарно на всей линии фронта от Белгорода до Олешек, это только эта линия фронта, понес противник за прошедшие сутки. Ну и в общем такая сложилась обстановка на всех оперативных направлениях материковой части Украины. Но на оперативно-стратегическом направлении Рашидская Федерация, как я говорю, там тоже было неспокойно и в предыдущую ночь, и в прошедшую ночь. В предыдущую ночь силы обороны Украины нанесли удар по комбинату Кавказ, это огромная база нефтехранилища в Ростовской области. Здесь хранилась нефть и нефтепродукты, которые поставляли также для нужд Рашидской оккупационной армии. То есть они снабжались, заправлялись и с этой базы тоже. Пожар продолжается до сих пор, то есть вторые сутки пылают станицы, как в песне поется. Потушить его практически невозможно, а скорее всего пока не выгорят резервуары. Там как минимум горит два резервуара, как минимум. И сейчас все силы пожарных расчетов направлены на то, чтобы охлаждать рядом стоящие, потому как есть угроза перебрасывания огня на соседние резервуары, ну и конечно же распространение пожара. Столбы дыма видно за несколько километров от места горения. Так что с топливом пока что комбинат «Кавказ» для Рашидской армии топливо поставлять перестал временно. Дальше посмотрим. Ну и сегодня в Кемеровской области Рашидской Федерации ночью взрывалось и горело тяговое подстанство «Красноярской железной дороги». Эта тяговая подстанция обеспечивает движение поездов по Транссибирской магистрали. И сейчас движение поездов прекращено. Они в срочном порядке пытаются запустить тепловозную тягу. Пока нет электрики, ну для этого же надо отправить эти тепловозы туда. И плюс не работает же вся автоматика. Нет электрики, автоматика не работает. Все надо переводить вручную. И управлять диспетчерская служба тоже осуществляется в телефонном режиме онлайн. Это что крайне затрудняет разруливание ситуации на этой дороге. В транспорте все самое интересное. Ну пока никто не взял на себя ответственность. Нет никаких данных на момент записи этого ролика о том, что это там допустим диверсия. Может быть прилетели троны. Может быть рашистские партизаны потрудились там в плане диверсии или подпала, или подрыва этой подстанции электрической. Но в транспортной прокуратуре Рашистской Федерации, конечно же, даже можете не сомневаться, уверяют, что причина возгорания техническая неисправность. Вот как не повезло, технически неисправная подстанция вдруг загорелась. Очень они боятся говорить о том, что это могли быть дроны. Ну дроны же они как всегда сбивают, как допустим в Краснодарском, в Ростовской области, точнее комбинат Кавказ. Все сбили, все. Но почему-то падение обломков вызвало такой масштабный пожар на нефтебазе. А местные говорят, что так рвануло, так рвануло, и потом загорелось. Вот теперь и думай, сбили или не сбили. Точно так же может быть и здесь. Прокуратура, ну наша разведка потом скажет, через день-два мы будем знать больше подробностей, больше информации, и соответственно сможем сделать выводы. Бобры прилетели с баба-ежками или партизаны пришли с своим взрывным устройством. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok